Летом 2017-го между Ульяновском и Москвой заключен договор о поставке 15 троллейбусов и 30 трамваев усть-катавского производства. Они должны обновить наш подвижной состав. Спустя 6 месяцев в Ульяновск доставлено 26 трамваев из 30. Еще 4 прибудут в город до конца января. 10 трамваев на сегодняшний день находятся в северном трамвайном депо, 16 в Сыярском. Вагоны, когда приходят на ней, проходит обязательно весь технический регламент согласно правилам технической эксплуатации трамвая. После этого мы делаем небольшой ремонт косметический в салоне и снаружи. Выходят трамваи на линию не сразу. Сначала их обкатывают. Без пассажиров они должны проехать 50 километров. По своим техническим характеристикам эти вагоны новее, чем большинство ульяновских. К этому дню их перекрасили в региональную цветовую гамму, убрали эмблему Мосгортранса и поставили в каждом информационное табло. Эти теплее, намного теплее, чем наши старые вагоны. Намного теплее. Шумизоляция лучше. То есть они менее шумные. Вот я вижу, что даже окна у московских отличаются от ульяновских, да? Они больше. Подвижной состав из столицы Ульяновск получил на безвозмездной основе. Город оплатит только их доставку. И если трамваи частично уже вышли на линию, то троллейбусы ожидаются в феврале. Ульяновск расширяется, строится. За два года, за 17-й и за 16-й год введено в эксплуатацию более 1 миллиона квадратных метров жилья. Это целый микрорайон. Поэтому к ним необходимо обслуживание транспорта. И это мы будем делать с помощью электротранспорта в том числе. Предполагается, что в новых районах города проложат трамвайные или троллейбусные пути. Появятся остановки. Сейчас такая программа рассматривается властями. Ее реализация рассчитана на три года. Об этих и других задачах говорили на транспортном совещании в Засвияжском депо. С визитом сюда приехал губернатор, представитель профильных ведомств и городской администрации. Очень важно подготовить уже не предложение, а конкретный план наших действий по обновлению остановочных павильонов. И прежде всего путем использования так называемых умных остановок. Я уже неоднократно критиковал главу администрации. Критика, о которой говорит губернатор, относится к старым остановочным павильонам. В некоторых местах их убрали, но новые так и не поставили. На каждой остановке должен быть такой крытый павильон, чтобы пассажирам было комфортно и зимой, и летом. Пока же претензии у пассажиров есть не только к околотрамвайной инфраструктуре, но и к самим вагонам. Трамвай нормально будет, хорошо. Час пик. А когда так? Маленько подольше идешь. Вот сейчас зима наступила. Про температуру в трамваях, что вы можете сказать? Тепло или не тепло? Ну, смотря в каком трамвае. Издалека из центра езжу. Холодные девятки, очень ледяные. Садишься, ледяные сидения, очень холодные. Я вот считаю, что эти вагоны не надо было брать, а надо было в 2012 году еще брать тогда уже современные вагоны. То есть модель 71-623. Тем более, по деньгам тогда они вышли ровно столько же. Вот эти, которые вагоны тогда купили, 71-619, а ровно по той же самой цене. То есть, ну, то низкопольные трамваи были. Соответственно, это доступная среда, так называемая. Это маломобильное население, которое могло бы пользоваться наравне с остальными гражданами, жителями города. Когда в городе появится низкопольный электротранспорт, вопрос, скорее всего, на отдаленную перспективу. А вот комфорт внутри вагонов можно наладить уже сейчас. Развивать электротранспорт нужно комплексно, отметил губернатор. И гордиться в первую очередь следует отзывами пассажиров, а не количеством подвижного состава или протяженностью трамвайных путей. Есть над чем работать. Анжела Забаштай, Ван Демидов, репортер 73.